Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы будем читать воскресное Евангелие об исцелении десяти прокаженных. И мы читаем Евангелие от Луки, 17 глава, с 12 стиха и ниже. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили «Иисус, наставник, помилуй нас». По закону Моисееву прокаженные не имели права приближаться к здоровым людям. Во дне Иисуса Христа они имели специальные одежды черного цвета с колокольчиками, которые были привязаны к этим одеждам, чтобы даже ночью было слышно, что идет прокаженный. Входя в какое-то селение, они должны были по закону Моисееву кричать «Нечист! Нечист! Нечист!» И здесь мы видим десять прокаженных. Обычно в Евангелии говорится о двух прокаженных, об одном прокаженном, но в этом случае мы видим целую группу десять человек. Десять человек в понимании иудаизма того времени – это миньян, то есть достаточное число людей для того, чтобы совершать общественную молитву. Например, если в синагогу собралось только восемь человек, они не могут начинать службу. Даже девять человек, но если соберется десять, то это достаточное количество, они могут начинать совершать молитву. Поэтому это некий такой ремес, уточнение, что их было десять, это уточнение, что молитва им не помогала. Хотя их число было достаточным для совершения совместной молитвы. И они громким голосом говорили, громким голосом кричат, как правило, но здесь, похоже, ремес, не сказано, что они кричат, они говорят. Возможно, что голосовые связки этих людей, они тоже были разъедены проказой. И что же они говорят? Иисус – наставник, помилуй нас. Когда человек оказывается в тяжелом болезненном недуге, он всегда нуждается в сострадании родных и близких. Но проказа – это такая болезнь, когда родные и близкие должны были изгонять прокаженных из своей среды, чтобы самим не оказаться в среде прокаженных. Эти люди сбивались в небольшие группы, чтобы ходить по святой земле и жить через подаяния, которые доставляли к ним левиты, ветхозаветные священники, или они что-то выпрашивали у обычного народа. «Увидев их, он, то есть Христос, сказал им, пойдите, покажитесь священникам». Христос делает то, что он обычно делает. Что когда человек в таком состоянии, он должен пойти и показаться священнику. И мы знаем из Писания, что часто Христос, даже исцеляя людей, он отправлял их показаться священникам. Таким образом, Христос как бы принимает роль ветхозаветного священства, он не оспаривает их служение, потому что до времени их служение было вполне законным. Это правило, необходимость показаться священнику, оно прописано в книге Левит, 13 глава, со 2 по 3 стих. Также 14 глава книги Левит, со 2 стиха по 32 стих. Священник обязан был осмотреть человека и вынести решение, не чист он или он чист. Была такая процедура в еврейском народе на основании закона Божия Пятикнижия Моисея. Христос не исцеляет этих людей, но он отправляет их показаться священникам. В каком случае это делалось? Например, человек пошел на поправку. Или наоборот, болезнь его ухудшилась. В каждом таком случае надо было идти и показываться священнику, чтобы он принял бы какое-то решение. Ветхозаветная проказа, которую мы читаем в Священном Писании, это не та лепра, которую мы знаем в современном мире. Это более духовные заболевания. Этот недуг назывался Моцора. И в понимании евреев того времени этот недуг давался за осуждение священноначалия. За осуждение лидеров народа Божия. Потому что есть описание того, как эта проказа Моцора, как некое духовное заболевание, она сошла на людей. Это книга чисел, 12 глава, с 5 по 10 стих. Здесь мы находим такие слова. «И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скиния, и позвал Аарона и Мариам, и вошли они оба». Вот в тот момент Аарон и Мариам, они допускали осуждение Моисея, который был не только лидером еврейского народа, а в законе Божьем сказано, начальствующего в народе твоем не злословь, но он был их родственник, он был их родной брат. Итак, Господь является. «И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Пересвященник Аарон и пророчица Мариам, родная сестра Моисея, они все время упрекали Моисея, потому что, когда путешествие по пустыне затянулось, растянулось на 40 лет, всегда можно было найти, к чему придраться, за что упрекать лидера еврейского народа. Здесь Господь говорит, что Моисей – необычный священнослужитель, необычный пророк. Если с другими пророками Господь чаще разговаривает в сонном видении, то с Моисеем он беседует устами к устам. И Моисей в православной традиции называется «боговица», который как бы общается с Богом лицом к лицу. И далее мы читаем 9 и 10 стих. «И воспламенился гнев Господа на них, то есть на Аарона и Мариам, и он отошел, то есть Господь как бы отходит от них после обличения их, и облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе». Вот это наказание за осуждение религиозного лидера. Но когда мы с вами читаем книгу пророка Исаии, то там проказа представляется некой такой нравственной каверной, за которую попускаются те или иные грехи. И в православной литературе аскетической известно, что Господь попускает людям впадать именно в те грехи, в которых они обвиняют других людей, причем обвиняют несправедливо, незаконно. И если они позволяют это себе по отношению к служителям церкви, то они непременно понесут на себе ту же порчу, в которой они обвиняют этих священнослужителей. Но вернемся к нашему тексту из Евангелия от Луки. Итак, эти десять человек отправляются к священникам, куда их отправил Господь. И мы знаем, что Господь не оспаривал право ветхосоветных служителей, учителей обучать народ. В Евангелии от Матфея мы находим такие слова Христа, когда он говорит, «На Моисеем седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». И в окончании 14 стиха сказано, «И когда они шли, то есть шли показаться священникам, очистились, то есть в этот самый момент они стали абсолютно здоровы от этой проказы, от этой Моцоры. Почему? Потому что, когда люди идут к священникам, чтобы решить свой статус, чисты они или нечисты, здесь человек как бы становится на суд Божий. А когда человек осуждает самого себя, это основание для Бога оправдать этого человека». И мы находим яркое подтверждение тому в законе Божьем. Это книга Левит, 13 глава, 12 и 13 стих. Здесь сказано, «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист». А выше сказано, «Если проказа местами на теле, то священник объявляет больного нечистым. А если проказа покроет все тело больного, тогда священник объявляет его чистым». О чем это? Когда мы идем в Храм Божий на исповедь, мы тоже становимся как бы на суд Божий и рассуждаем. Вот тут мы поступили правильно, здесь мы поступили неправильно, и когда мы не готовы всецело обвинить самих себя, мы остаемся нечистыми. Всецелое очищение человека совершается только тогда, когда он не находит для себя извинения и оправдания, и не ищет их. Когда он, безусловно, сокрушается перед Богом и признает себя во всем виновным. В этот момент очищение от Бога касается его. Ибо сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Итак, они очистились. Один же из них, видя, что исцелен, один из десяти возвратился, громким голосом прославляя Бога». Мы видим, что он исцелился всецело. До этого мы читали с вами, что они громким голосом говорили, то есть шипели, выговаривали слова, потому что их речевой аппарат был поврежден от проказы. Так как проказа дается за осуждение других людей, а человек осуждает другого человека своим языком, злословие его, то Бог наказывает человека именно орудием его преступления, если так можно сказать. А здесь он здоровый, громким голосом, прославляя Бога. Что значит прославляя Бога? Скорее всего, речь идет о том, что он пел псалмы, потому что в еврейской традиции псалмы называются «Сефер тегелим», то есть книга прославления. И когда кто-то говорил в те времена, что он прославляет Бога, это было синонимично тому, что он молится по псалтыре. «И пал ниц к ногам его», то есть Христа, этот один из десяти, «благодаря его», и здесь евангелист Лукас какой-то досадой пишет, «и это был самарянин», то есть он не был ортодоксальным иудеем, он был сектантом, раскольником, еретиком, но Господь смотрит не на заблуждение человека, а на искренность его сердца. Далее читаем с 17 по 19 стих. «Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Действительно, Христос этим чудесным наставлением реально исцелил всех десятерых. Но с благодарностью к нему приходит иноплеменник, самаряне – это классическая секта внутри иудаизма, человек другой веры, еретик и сектант с точки зрения ортодоксального иудаизма. Но Господь видел сердце этого человека. И не надо удивляться, Бог слышит всех людей, которые обращаются к нему. И Бог слышит не только людей, Он слышит птенцов, которые кричат в гнездышке, они хотят кушать, а псалмопевец Давид говорит, что это их такая молитва. Он слышит льва, который рычит, выходя на охоту, Он слышит птиц небесных, Он видит переживания каждой твари, которая нуждается в его поддержке. Бог питает на нашей планете огромное количество людей, то есть всех людей, которые живут на нашей планете, несмотря на их расовое происхождение, несмотря на их отношение к религии. Потому что Он есть любящий творец, который промышляет о всем своем творении, и, создав мир, Он не устранился от управления этим миром. Итак, сегодняшнее евангельское чтение является призывом к нашей совести проявлять именно чувство благодарности. И нам есть за что благодарить Господа. Давайте вспомним, сколько наших друзей, которые были даже моложе нас, уже покинули этот мир, уже лежат в могилах. Давайте вспомним, сколько наших одноклассников уже покинули этот мир. А мы продолжаем существовать. Это значит, есть какое-то намерение Божие относительно каждого из нас. И святые отцы учили. Тот, который благодарит Бога за все, что он получает от Него, он будет услышан Богом тогда, когда окажется в стесненных и трудных обстоятельствах. А тот, который не благодарит Бога за все, что он имеет, когда у него будут стесненные обстоятельства, он не будет услышан в своей нужде. Выучим этот евангельский урок. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok